всем с добрым утром на часах 11 часов утра мне нужно сейчас пойти погулять собакой а потом ждать курьера потому что мне сегодня привезут на банковскую карту вот надеюсь все будет в порядке то или что меня вдохновляет на съемки видео наверное это один из таких постоянных и популярных вопросов на и на него наверное есть ответ это скорее всего вы которые чуть чуть ли не каждый раз и каждый день меня спрашивают под каждым новым видео под каждым старым влогом потом когда новый влог вот наконец-то я собрался с силами и абсолютно рандомно я только что проснулся и такой почему бы не снять влог сегодня вроде бы как интересный день и мне есть что вам рассказать вот так что поехали пока попытался для вас снять красивые кадры разберем собаку бегает носит сводит с ума вот да бэтмена сюда все пойдем мы домой наверное уже ну что собакой погулял теперь настало время завтрака вот не обращайте внимание вот на это вот ужас потому что по моему я вам уже говорил в каком-то влоге у меня сейчас на кухне идет тотальный ремонт скажем так и процент и у нас где-то года три назад топило и короче после воды осталось вот такое вот недоразумение это грибок который в общем не размножается не распространяется его нужно просто счистить и все будет хорошо мы уже с такой по такой практике уже по всей квартире где где топило мы уже все счистили и давно обои наклеили а вот здесь что-то мы затупили замедлили и вот надо будет это все дело убрать а мне уже где-то примерно через час должен приехать курьер привести мою банковскую карточку мне сказали что он за час до того как он приедет должен позвонить время уже почти что 12 11 46 вот но пока пока звонка не было а Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, в принципе мой завтрак готов, но чую я, что я все к чертям собачьим пересолил, потому что у меня, когда я решил посолить яичницу еще в сыром ее виде, у меня короче из солонки соль прилипла к стенке, я стукнул и высыпалось слишком много соли. Но я вроде как бы сверху убрал, но сейчас я чую, что будет пипец. Ну, не так сильно, как я думал, но нормально, чувствуется, чувствуется. Сижу, смотрю разбор айфона, а мне тут, значит, уже позвонил курьер, который должен привезти мне мою банковскую карточку, и как писали на сайте, значит, они вам за час должны позвонить до того, как должны приехать. Позвонил мне курьер, такой, типа, через 20 минут буду, и такой, окей. Вот, так что сейчас карточку должны привезти, и надеюсь, что я смогу наконец-таки снять деньги с PayPal. В чем проблема-то? У меня сейчас практически все мои деньги лежат на PayPal, там PayPal не принимает мою банковскую карту, так как это интернет-банк. Вот, и мне пришлось заказать карточку у Тинькофф банка, не реклама, просто пришлось. Вот, это самый максимально быстрый банк, который, ну, карточку изготавливает, потому что Сбербанк, по-моему, что-то они изготавливают в течение недели, у Тинькоффа я ее заказал два дня назад, они вот ее уже должны привезти, вот. Скорее всего, она не именная, но потом покажу вам ее. И, значит, сейчас ее привезут, и буду ее привязывать к PayPal для того, чтобы вывезти свои кровные, сколько там, 8 тысяч рублей. Да. Ну что, я карту Тинькоффа получил, вот она она. Они еще, я так понимаю, в каждом вот таком вот конвертике от Тинькоффа, да, идет... Сейчас будут говорить, что я снял этот влог ради рекламы банка Тинькофф. Нет. Никто мне не занес, просто мне реально была нужна карта. Карта. Вот. Я хотел посмотреть, является ли карта именной. Да! Прикиньте, карта именная. Почему на этой стороне у карты нет номера? Номер на обратной стороне. То есть, типа, я могу вот так вот ее вам всем показывать, и абсолютно не боясь того, что там засвечу номер карты или еще что-то типа того. Потому что номер карты на обороте, с обратной стороны. Вот. И это классно. Классно-классно-классно. Вот. Еще они, я так понимаю, в подарок дают вот такой вот кардхолдер с надписью Тинькофф, куда вы можете вставлять свои банковские карточки. Да? Он внутри вот такой вот желтенький. И в серединку, да, вы можете сюда впихивать какую-то наличку, да, наличные деньги. Ну, мелочь здесь, разумеется, хранить уже не получится. Вот. Но мелочь можно будет хранить где-нибудь вот в этих вот отсеках. Получается, он двойной с двух стороны. С этой стороны три отсека. Раз, два, три. Да. И с другой стороны тоже три отсека. Раз, два, три. Где вы можете хранить, получается, до шести карт. Документы. Ну, документы, это все понятно. Там всякая рекламка, всякая вся вот эта вот всякая всячина, всякие мои реквизиты и все остальное. Это, в принципе, знаете, как у любого банка всего всякого добра навала. Всякое объяснение, что я могу делать этой картой. Там, какие операции совершать, вот какой до какой суммы и все остальное. Всякие заявления. Это заявление, сейчас я не буду вам его показывать. Тут, потому что все мои реквизиты написаны. Заявление, которое вы можете сразу же, прям сразу в комплекте с этой картой, лежит заявление, которое вы можете отнести к своему работодателю и который будет перечислять вам на эту карту вашу зарплату. То есть, я так понимаю, вы можете выбрать самостоятельно карту, да, например, от Тинькофф Банка и получать на нее зарплату. Вот. Ну и, разумеется, брошюрка, рекламка. Вот. В принципе, обслуживание быстрое, очень быстрое. И это сейчас реально выглядит, как реклама Тинькофф Банка. Но, нет, я с Тинькофф Банком уже сталкиваюсь не в первый раз. У меня до этого была карта кредитная до 5000 рублей. Собственно, я ей не пользовался. У меня ей пользовалась сестра. Вот. Ну и сейчас есть обычная дебетовая. Это, кстати, да, это обычная дебетовая карта. Это не кредитная карта, просто обычная дебетовая. И она именная, что очень классно. Готовится очень быстро. Сколько? Три дня, наверное, прошло у меня на изготовку, точнее, от заполнения заявления до изготовки карты прошло всего три дня. Это довольно-таки быстренько. Сейчас буду привязывать ее к своему счету PayPal. Буду выводить деньги, там еще с PayPal надо мучиться, там у них, короче, тоже что-то выводится все это в течение трех дней или четырех, или, короче, сумасшествие, в общем. Посмотрим, что да как. Вот, так что поехал привязывать карту. Боже мой, с каждым днем убеждаюсь, что взрослая жизнь это такой пипец, просто пипец. Оплатил интернет на год вперед себе, ну, для того, чтобы не заморачиваться и все остальное. На год вперед пять тысяч кинул и подключил себе, там, супер акцию, там, рублью в... То есть я, там, плачу пять тысяч рублей, мне рубль за интернет в месяц списываются. Вот, то есть, получается, грубо говоря, я экономлю две тысячи рублей за год на интернет. И, получается, не понял, как все это дело списывается, поднял на уши просто всех консультантов, все поднял, потому что у меня почему-то... То есть я, типа, оплатил пять тысяч рублей, а списания продолжились, то есть, ну, ежедневно. У меня ТТК-интернет, и они каждый день снимают определенную сумму за интернет. Вот. То есть я могу, например, там, хоть каждый день ходить по 20 рублей ложить, и у меня интернет будет работать. Вот. И они продолжили списывать каждый день по эти 19 рублей. И, то есть я такой, типа, а за что я платил, почему я продолжаю списывать? Сейчас консультант позвонил, мне объяснили, что после того, как мне списали эти пять тысяч рублей с счета... Ворона, за окном, заткнись, пожалуйста! Вот. Списали эти пять тысяч рублей, значит, мне еще компенсацию до конца месяца, до 30-го числа, 250, там, что-то, рублей. Мне, грубо говоря, от этих пяти тысяч мне кинули, эту компенсацию, и начали списывать. Вот. А еще плюс у меня телевидение подключено от них, и оно под эту акцию привилегий, оно не подходит, ну, как бы, оно не проходит по этой акции. Поэтому мне телевидение все равно придется по 180 рублей в месяц оплачивать. Вот. Такие дела. И сейчас, конечно, все это странно, замудренно, я сам ничего не понял, но, как бы, вроде бы, где-то здесь все по полочкам вроде как разложилось. Объяснить я не смогу, вот, но, вроде как, что-то все понятно. Вот, такие дела. Так что сейчас буду убираться на столе, потому что у меня тут срач конкретный на столе. Вообще, просто жопа, там, начал смотреть влог Кати Иване. И надо будет убраться на столе, потому что это пипец какой-то. Так что оставайтесь со мной, и мы продолжаем вот этот волок. Ну что, у меня сегодняшний день посвящен максимально друзьям. На часах сейчас 14.17, то есть даже еще трех часов нет. В общем, два часа. И у меня сегодня весь день посвящен друзьям, поэтому я сейчас еду к другому, будем сидеть в кофейне, играть в настольные игры. И, не знаю, снимать буду, но по мере возможности. По мере возможности времени, там, ну, как бы, друзьям и не любят сниматься, и все остальное. Так что, возможно, я сегодня каких-то вот таких вот своих гуляшек не засниму для этого влога. Вот. Но буду выходить по мере возможностей из зоны комфорта и что-то для себя снимать, точнее для вас снимать сегодня. Так что поехали, и будем уже... Я уже одетый, кстати говоря. Я уже одетый. Вот. И буду уже выходить. Надо сейчас будет вызвать такси. Надо вызвать такси с телефона. А на телефон я сейчас снимаю влог. Вот. И насчет такси у нас в городе довольно дешевое такси от 70 рублей. Вот. Так что можно, в принципе, кататься и ни в чем себе не отказывать. Понятно, что автобусы намного дешевле, но туда, куда мне нужно ехать, автобусы не ходят. Точнее, ходят, но их долго ждать, муторно. Меня уже ждут, я уже опаздываю. Просто пипец. Насколько? Где-то уже минут на 30, наверное, я опаздываю. Чувствую, для вас влог записываю. Вот. Да. Так что поехали, 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 побежали, помчались. И уже будем по мере возможности... Пока-пока. Я еще вернусь, собак мои. Вот. По мере возможности буду для вас что-либо интересненькое подснимать. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я тут буквально на пару минут заскочил домой, потому что у меня время, в принципе, до сеанса ещё есть. Мы с другом поиграли в настольные игры, значит, он ушёл по своим делам, я тут вернулся домой, чтобы пойти погулять вот с этим вот прекрасным вот пёселем, и, значит, поеду в кино. Время сейчас уже 19.45, вот, поэтому сейчас быстренько пойду погуляю с собакой и уже буду отправляться обратно. Меня там ждут, вот, и сеанс в кино у нас в 11.30, по-моему, в 23.30 точнее. Поэтому времени у меня, в принципе, ещё достаточно на то, чтобы переодеться, погулять с собакой, привести себя в порядок и ехать в кино, вот. Ну что, в принципе, я переоделся, и знаете, за что мне нравится осень? За то, что я могу одевать различные тёплые вещи, которые мне нравятся. У меня из, скажем так, аутфита именно тёплые вещи мне очень, прям очень и очень, во-первых, идут, во-вторых, нравятся. Вот, летний гардероб у меня скудненький, скажем так, там пару джинс, шорт, так себе, и пару футболок. Вот, поэтому мне нравится тёплая большая одежда, она как-то, во-первых, придаёт мне объём, это во-первых, во-вторых, ну, она, в принципе, у меня выглядит классно. Вот, так что, всё, переоделся, сейчас пойду гулять с собакой и уже поеду в кино. Если что, я влог снимаю на канале. Серьёзно? Да. Здрасте. Сегодня весь день снимаем. А, классно. Серьёзно? Да. В одном, большое видео. Всем привет, пришли весь хабагиви в этом всё. Никто не платил. Не-не-не-не, это демоверсия была. А что помидорку? Эх. 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 ну что я вернулся домой посмотрел посмотрел фильм и сейчас буду садиться монтировать для вас этот влог вот а еще сейчас перед тем как сяду монтировать сейчас переоденусь расскажу вам историю ну что я сходил в кино на пункт назначения полароид этот фильм называется правильно в нормальном названии пункт назначения пункт назначения полароид у нас в россии его перевели как пункт назначения смайл зачем-то не знаю зачем вот и мои впечатления в принципе про фильм фильм хороший задумка классная все здорово но фильм до конца не был раскрыт скажем так фильму все вы знаете что пункт назначения это обычно кровь кишки расчлененка и все остальное мы шли примерно этот фильм ожидая того же самого вот но у этого фильма рейтинг был 16 плюс и разумеется ни крови ни кишков зацензуренная смерть и все остальное сделали этот фильм плохим скажем так ну типа если по пятибальной шкале то три из пяти примерно как-то так вот но задумка классный сюжет был классный смотрелся он тоже наверное на одном дыхании как-то так вот но как-то эти полтора часа просто вот так пролетели ты такой ну прикольно а очень много скримеров в этом фильме очень много скримеров прям мне кажется фильм построен на скримерах вот это вот скримерные составляющие наверное да и что еще один два два таких неожиданных сюжетных поворота да возможно было за весь фильм а так в принципе фильмец хороший но есть свои у него изъяны и свои плюсы так что если вдруг в вашем городе в кинотеатрах крутят этот фильм то сходите вот но опять же скажу ожидать от него чего-то прям вау не стоит крови кишков мясо расчлененки нет фильм такой знаете ну для вот если вы парень да и вы хотите слегка испугать вашу девушку возможно да если напугается таких вещей именно скримеров то в принципе огонь вот принципе классно подойдет для такого наверное домашнего просмотра идти в кинотеатр на такое я бы наверное не стал вот как то так вот что за историю я хотел вам рассказать только что ехал в такси и это было прям ну страшно в такси я ехал потому что время уже почти два часа ночи вот автобус разумеется уже не ходят и суть в том что я ехал в машине во первых которой таксист от таксиста пахло старой бабушкой а я обычно такой запах называю запах смерти я не знаю почему потому что этот запах знаете он присущ обычно бабушкам и дедушкам где-то вот которые вот уже лет девяносто где-то вот восемьдесят от них начинает как-то вот так вот вот пахнуть у них есть такой особый запах и он одинаковый я не знаю почему но я называю называю этот запах наверно запах смерти что там что ты не пугаешь собака вот и от таксиста пахло так же и когда ты едешь после хоррор фильма и почуя этот запах немножко как-то так типа для меня страхово слегка вот но в принципе с горем пополам доехали до дома все замечательно все здорово сейчас буду садиться монтировать для вас этот влог надеюсь что завтра я его его уже для вас выпущу вот так что всем хорошего настроения всем хорошего времени суток вот если завтра получится то завтра продолжу снимать для вас еще один влог потому что есть о чем рассказать у меня продолжается ремонт ура на кухне будет стелиться новый линолеум и если завтра я успею все это сделать если будет время на то чтобы отснять все это дело то разумеется вам сниму если нет то потом уже увидите готовый результат на канале да в новом влоге вот так что ребят всем спасибо большое за просмотр ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал если вдруг еще на него не подписаны и также нажимайте на колокольчик дабы не пропускать самые свежие влоги вот я буду радовать вас почаще новыми влогами новым видео также сейчас после этого влога сяду монтировать для вас видео про мои подарки на день рождения да вот так что я его отснял уже дня два назад но еще не смонтировал вот так что всем спасибо за просмотр всем приятного дня утро вечера когда вы смотрите этот влог с вами был сергей и канал нестер вот всех люблю и всем пока пока